Главная тема недели на телеканалах Европы. Перспективы. Евросоюз предложил Турции миллиарды евро, либерализацию визового режима и ускорение переговоров о вступлении. Взамен Анкара должна согласиться на ряд миссию мигрантов, которые нелегально прибыли в Грецию. Пока же балканский маршрут закрыт. Репортаж итальянского канала «Рай-1». Наметившаяся сделка между Европой и Турцией не нравится мигрантам, которые ютятся в лагере в Эдамене. На сегодняшний день на границе между Грецией и Македонией их скопилось около 14 тысяч. Почти половина из них дети. Мы надеялись, что на этом саммите будет принято решение открыть границу. Если меня отправят в Турцию, я вернусь в Сирию, потому что турки обращались с нами как с животными. Две тысячи человек заперли в спортзале. Там можно было умереть от удушья. Асра отправилась в путь со своей кошкой. Я не вернусь в Турцию, даже если меня заставят. Там плохо со мной обращались. А этот мужчина рассказывает, что собирается попасть в Германию через Италию. Он и слышать не хочет о возвращении в турецкий лагерь беженцев. Там есть люди, связанные с ИГИЛ, говорит он. Меня ищут боевики, и если найдут, отрежут голову. Лагерь Идомини продолжает разрастаться. Люди живут в грязи. Прошлой ночью 14 детей были госпитализированы с гипотермией. Сейчас здесь готовятся к новой холодной ночи. Местные жители проявляют солидарность с мигрантами. Их кормят горячим супом. Грузовик только что доставил сюда дрова. Пережить ночь можно только у костра. Группа из 42 сирийцев, в том числе детей, была задержана в среду турецкой береговой охраной при попытке переправиться в Грецию. Но, несмотря на усиление, патрулирование и опасное море, потоки мигрантов не останавливаются. Репортаж второго канала французского телевидения. У них лишь одна цель – добраться до Европы, то есть до Греческих берегов, расположенных в 8 километрах отсюда. Некоторые мигранты даже надели спасательные жилеты. Однако сегодня Путин преградил катер турецкой береговой охраны. Сейчас турки наблюдаются нами, они следят, чтобы мы не вышли в море. Пока они не могут сесть в надувные лодки, такие как Кэта. Прячься под деревьями, они ждут наступления темноты, чтобы испытать удачу. Похоже, в последние дни Турция укрепила свою границу. «Назад! Отойдите!» Жандармы оттесняют мигрантов, чтобы перекрыть им выход к побережью. Тем не менее, этот рыбак каждый день сталкивается с новыми потоками беженцев. По его словам, процесс миграции не прекращается. «Посмотрите, там отправная точка, там тоже. Есть обломки лодок и вещи беженцев». На берегу разбросана одежда и надувные камеры. Кажется, что установить контроль над сотнями километров побережья Турции в Эгейском море невозможно. Сегодня я видел шесть или семь катеров береговой охраны, но мигранты отправляются из разных точек одновременно. Они плывут отовсюду. Сегодня к морю снова направляются.